Казахстанские женщины-предпринимательницы, принадлежащие к разным религиозным конфессиям, не акцентируют внимание окружающих на своей вере. Однако она помогает им оставаться осознанными, милосердными, достигать своих целей и мечтать. Амина Исубаева – совладелица детского сада «Ахляк», который они с мужем основали 10 лет назад. Закончив университет по IT-специальности, она и не помышляла, что будет развиваться в сфере воспитания детей. Но детсадов в стране катастрофически не хватало. Молодым родителям негде было оставить ребенка, и супруги рискнули. На тот момент были сады, которые работают уже 5 лет. Для нас это были какие-то гиганты. Мы даже приходили, когда узнавали, смотрели, нам казалось, боже, когда же мы приобретем этот опыт. Есть, знаете, несколько тут граней. Само ведение бизнеса плюс специфика работы именно детского сада – это очень много норм. На тот момент, если сегодня, допустим, отменили лицензию, что-то упростили, на тот момент все это действовало, его со всех сторон, это нужно было все предусмотреть. И казалось, все это так сложно, и никогда не закончатся эти трудности. Не было опыта, знаний, многому приходилось учиться у других. Из 35 малышей, посещавших детсад в первое время, 30 были детьми их друзей и знакомых. Отбирая кадры, молодая женщина отдавала предпочтение сестрам по вере. Изначально у меня была такая цель все-таки помогать, давать рабочие места мусульманкам, которым, в принципе, достаточно тяжело устроиться в госучреждениях, хотя они с педагогическим образованием, с дипломами развиваются, стараются, но немножко тяжело бывает. Сотрудницы детского сада ходят с покрытой головой. Однако само учреждение вполне светское. Принципов халал здесь придерживаются в основном в питании детей. Во всем остальном воспитание и обучение соответствуют запросам времени. Главное, чтобы детям нравилось, ведь для их развития созданы все условия. Своим примером девушка показывает, что религия не преграда для работы и бизнеса. Наиб имам центральной мечети Алматы Руслан Каиргильды отмечает, что мусульманки не ограничены только домохозяйством и семьей, но также имеют право зарабатывать и приносить пользу другим. Муж обязан обеспечивать свою семью, но если женщина зарабатывает, но она имеет право полностью не обеспечивать свою семью. То есть она может эти заработанные деньги оставить просто себе, а муж в дальнейшем будет обеспечивать ее. Но если же она напротив хочет помочь своему мужу, содержать семью, помочь семье, то это, конечно, только приветствуется. И в настроении надо быть, и вовремя встать, и вовремя начать, и от того, какое у тебя настроение, зависит, поднимется тесто, или поднимется, будет хорошее, да, булочки у нас или не будут. В прошлом автор телевизионных программ и глава продакшн студии, Елена Ким сегодня владелица небольшой сети столовых. Она ежедневно кормит своих бывших коллег супами, котлетами, варениками, пирожками и булочками. Она исповедует православие, и для нее идея того, что через пищу мы передаем свою энергию людям, не просто слова. Когда-то, готовя программы о вкусной и здоровой пище, Елена задумалась, а не открыть ли собственное дело. Муж меня одобрил, когда я подумала, что может быть действительно связать свою жизнь с… Ну, попробовать с общепитом, потому что это благостное дело – кормить людей. Благостное дело стало по-настоящему семейным бизнесом. Помимо самих супругов Ким, в сети столовых трудятся их дети и родственники. В небольшом коллективе есть и православные, и мусульмане, и католики, люди разных национальностей и возрастов. Трудности тоже бывают. Зачастую Елене самой приходится вставать на раздачу, контролировать процесс приготовления пищи, ездить на закуп продуктов и даже готовить выпечку. Если ты не знаешь этот бизнес как-то изнутри, мы и посуду моем, даже посуду моем, полы подтираем, когда это нужно. Ты уже не смотришь. Важно, чтобы все работало так, как должно работать. И для людей, которые приходят, покушать, им же не важно, уволилась у меня сегодня или по какой-то причине вышло посудомой. Важно, чтобы было чисто. Хотя в религиозных сообществах порой неоднозначно относятся к женщинам-предпринимательницам, протоиерей Евгений Иванов говорит, что религия не видит в этом проблем и противоречий. Если бизнес не будет мешать женщине быть женщиной, то, пожалуйста, хоть какой, хоть строить космические корабли, хоть владеть крупными фирмами, хоть возглавлять государство, пожалуйста. Учредитель сети «Оптик» в Алматы Айша Гайсина – приверженка веры Бахаи. Началась эта любовь с 90-х и продолжается до сих пор. И в своем бизнесе Айша старается подходить ко всему с точки зрения равенства всех людей, принятия их и служения прогрессу. Наши отношения к клиентам, как к родным людям, как к близким и дорогим людям, наверное, это наша главная связь и бизнеса, и религии. Айша и ее супруг Саят раньше работали в банковской сфере. Казалось, их жизнь достаточно обеспечена и защищена. Но когда знакомая, уезжая на ПМЖ за границу, предложила им купить ее бизнес, супруги решили рискнуть и отправиться в самостоятельное плавание. Человек подобен птице, у которого два крыла. Одно материальное, другое духовное. То есть, если они одинаково не будут развиваться, то просто человек не будет парить или не взлетит. Айше нравится, что своим делом она приносит пользу людям, помогает им лучше видеть. Таким образом, служит прогрессу цивилизации, как учит религия Бахаи. Она мечтает, что в будущем, когда ее дети смогут взять бразды правления бизнеса на себя, она сможет посвятить больше времени делам веры. Вот что мне нравится в вере Бахаи, то, что нет противостояния с другими религиями. Все принимается. Все, что идет на благо людям, все это принимается. Женщины-предпринимательницы – это костяк экономики Казахстана, на котором держится благополучие страны. По данным главы Нацкомиссии по делам женщин и семейной демографической политики Елены Тарасенко, их вклад в ВВП страны составляет почти 40%. И чем больше женщин придут в бизнес, пусть даже самые маленькие, тем больше семей в Казахстане смогут выйти на достойный уровень жизни. Субтитры создавал DimaTorzok